Ребята, всем привет! О прошедших выборах в Казахстане. Да, многие независимые наблюдатели и кандидаты в депутаты считают, что прошедшие выборы в Казахстане не оправдали надежды и растоптали выборы народа. Они призывают отменить итоги выборам по многим округам и даже по всей стране. В онлайн даже запустили петицию, где уже идет сбор подписей об отмене итогов выборов. В Можилиз они отмечают самые частые нарушения на выборах. Это воспрепятствование наблюдателям наблюдать за выборами. Некоторые кандидаты в депутаты не надеются на то, что подписи за отмену выборов помогут им и подают уведомления на протест. Например, в Уральске удомление на митинг на 2 апреля на площади Мальчук-Маметовой уже подал кандидат в депутаты Лукпана Хмедьяров. Он заявил, что не признает официальные итоги результатов, объявленные циклом. Прошедшие выборы я считаю незаконными. Они должны быть проведены повторно, потому что огромное количество нарушений свидетелями, которыми стали мы в день голосования и в ночь подсчета голосов, не дают оснований согласиться нам с теми результатами, которые огласил ЦИК. Во-первых, я хочу исчерпать все возможности, которые предоставляет Казахстанская правовая система и законы, для того, чтобы в последующем апеллировать международным организациям. Это Комитет по правам человека ООН, который может делать свои, выносить решения, заключения по обращениям граждан. И, кроме всего прочего, есть такая форма, как митинг, о котором я уже говорил. Мы его запланировали на 2 апреля, если разрешение на него, уведомление будет удовлетворено. А вот административный суд города Ктубе наложил штраф в размере 172 тысячи тенге на местного жителя Фархада Газиза, который провел одиночный пикет после выборов. Он претестовал против, по его словам, нечестных выборов. А кандидат депутата Мажилиса Думан Мухаммед Карим на пресс-конференции 20 марта в Алматы заявил, что не согласен с результатами выборов и призвал граждан к мирному протесту. После этих слов его упекли на 15 суток за то, что звал на митинги. В настоящее время он объявил голодовку в знак протеста. Алматы и ряд казахстанских политиков заявляли о намерении добиваться повторных выборов и анонсировали общий национальный митинг с подачей уведомлений в местные органы власти. Незарегистрированная оппозиционная партия ЛГА Казахстана тоже заявила, что не признает результаты выборов. Административные барьеры негативно повлияли на качество прошедших выборов. Несмотря на увеличение политической конкуренции за счет появления самоведвиженцев, общая прозрачность и справедливость выборного процесса были ограниченными, заявили наблюдатели ОБСЕ во время пресс-конференции. Наряду с этим значительные нарушения были зафиксированы во время подсчета голосов и подведения итогов выборов. А вот президент Казахстана Касым Жамартакаев назвал выборы Можилис и Маслихаты достойными, в общем, продолжением масштабных перемен в стране. А между тем, вот окончательные итоги по партиям в парламент Можилиса. В парламент прошли 6 партий. Мандаты между прошедшими партиями, в общем, распределились так. Партия Монат, 40 мест, АУЛ 8, Республика 6, АКЖОЛ 6, НПК 5 и ОСДП. Четыре человека будут от них в парламенте. И теперь по этим выборам, конечно, мы уже все знаем, как они прошли. Я не могу сказать, что они меня очень сильно удовлетворяют. Они меня в очередной раз разочаровали, поскольку я видел и наблюдаю за ходом голосования, как шла агитационная кампания, как допускают ли стелены объединения к выборам гражданин, чтобы выдвинуться и везде, на всех этих этапах я видел нарушения. Я не могу признать эти выборы лично, как гражданин Казахстана, что они были честными и прозрачными. Да, небольшой шажок есть в том плане, чтобы была хоть какая-то конкуренция, чтобы была интрига, но в итоге больше ничего такого-то и не было. Да, и в парламент прошли 6 аж партий, получается. Факт то, что партий сейчас в парламенте больше будет. Вот даже ОСДП туда шла, шла, годами туда шла, постоянно проигрывала, постоянно это. И теперь вот четверо человек будут сидеть от этой партии. Эта партия себя называет, в общем, оппозиционной ОСДП. Да и история у нее такая достаточно оппозиционная. Ну, хоть какой-то просвет все равно-то есть, но меня не удовлетворяют эти выборы. Так или иначе. Вот. Что думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии. В столице Франции демонстранты подожгли мусор, скопившийся в историческом центре города. В результате протеста много что пострадало. Правоохранители применяли против демонстрантов следозаточивый газ и атаковали толку дубинками в ответ на агрессию со стороны радикальных протестантов. И вот по подсчетам профсоюзов, которые выступили против пенсионной реформы, подразумевающей поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, по всей стране. В демонстрациях приняли участие более 2 миллионов человек, имейте в виду. И, наверное, многие помнят, как у нас в Казахстане началась пенсионная реформа. При Назарбаеве это было. Сколько людей протестовало? Ну, правда, на кухне. Протесты были, но они были малочисленные. Люди особо-то и не выступали против повышения пенсионного возраста. Малочисленность была такова, что власть не услышала, не увидела эти протесты. У нас будут высокие пенсионные возраста, выхода на пенсию. Что в Казахстане люди порою просто не доживают до условий, тем более нашей жизни. Пишут, что в Казахстане с 1 апреля должна заработать система, которая будет отслеживать в онлайн-режиме всю цепочку перемещения товаров на границе, границе, чтобы не допустить обхода санкций в отношении России. Если честно, как-то смешно становится, зная, какая у нас коррумпированная страна. Можно ведь все это обойти. И тут вопросов возникает очень много. Не нарвется ли, в связи с тем, что мы все-таки так или иначе, нет-нет, да будем обходить, мне кажется. Не нарвемся ли мы на вторичной санкции уже со стороны Европы? Есть такая вероятность, риски большие. Ну а эту новость я не мог обойти стороной. Вы знаете, что в Угандии приняли законопроект, предусматривающий наказание вплоть до смертной казни за однополые отношения и принадлежность к ЛГБТ. И в частности он предписывает членам семьи, друзьям и представителям общественности доносить властям о лицах, состоящих в общем гомосексуальных связях. Ай, вообще, конечно, они там бедность победили, с коррупцией в стране разобрались, пора и свои скрепы потянуть. Да уж, луганское общество, вообще-то, конечно, консервативно, и многие жители страны считают эти отношения чуждой африканской культуре и христианским ценностям. Ну, тут религия тут как тут, конечно, всегда со своими норовоучениями. Ну, это то, что касается нашей страны. В России приговорили к шести с половиной годам колонии бывшего офицера ФСО Михаила Жилина. Он, в принципе, с началом мобилизации жил и бежал в Казахстан, где запросил политическое убежище. В России он имел доступ к гостайне, власти Казахстана выдали его по запросу Кремля. Я считаю, они должны были отдавать в этих условиях тогда, когда там невозможно найти истинное справедливое правосудие. И за то, что человек не хочет идти против Украины, против него возбуждают дела, типа, что у него там какие-то секреты, он в себе хоронит. И запросила его. А Казахстан взял и отдал. Да, вот она наша гуманность казахстанская. Ну, это новости из Северной Кореи. Страна в лаптях, зато оружием брякает. Северная Корея осуществила испытания подводного ядерного оружия. Испытаниями руководил лично северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Сообщается, что речь идет о ядерном беспилотнике, способном вызвать радиоактивные цунами. Утверждается, что эти дроны могут секретно проплыть под водой к необходимой акватории и произвести сверхмощное радиоактивное цунами с помощью подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника. А вот аналитики сообщают, что таким образом Ким Чен Ын дает понять противникам, чтобы они прекратили военные учения вблизи его границ. Вообще, конечно, есть такая рыба в море, которая сама по себе бесстрашная. Ее можно съесть в любой момент. Хищные рыбы могут ее съесть. Так вот, она становится страшной и опасной на вид, когда раздувается до гигантских размеров. Так и здесь, мне кажется. У него, если есть какие-то там ядерные запасы, что-то там есть, но незначительно. Просто создает вид, раздувает себя, показывает, какой он страшный. Страна его, может сказать, в полуголодном состоянии, зато вот бряцкает этим оружием и осуществляет ядерное производство, чтобы его боялись. Ребята, и последнее. Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Как утверждает Путин, Минск не получит контроля над ядерным зарядом. При этом, по словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия. И передала Минску ракетные комплексы «Эскандер», которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Белоруссии до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. По словам Путина, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они якобы собираются поставлять снаряды на Украину с объединенным ураном. При этом США отреагировали на подобные заявления Путина. Представитель Госдепартамента Вендант Паттель сообщил CNN, что не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. И не считает нужным приводить собственные ядерные силы в повышенную боевую готовность. Американский институт изучения войны назвал интервью Путина очередной информационной операцией. Эксперты института считают, что Путин преувеличивает возможность мобилизовать предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, чтобы напугать западных союзников Украины. Оппозиционный лидер Белоруссии Светлана Тихановская заявила при этом, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию напрямую противоречит конституции страны и нарушает ее безъядерный статус. Россия ведет себя как оккупант, вредит национальной безопасности и сталкивает Беларусь с ее соседями и международным сообществом, сказала Тихановская недавно. Также по этому поводу недавняя поездка Си Цзиньпиня в Москве и его встреча с Путиным снизила вероятность применения Кремлем ядерного оружия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жонзе Боррель. Европейский дипломат сообщил журналистам, что Си Цзиньпинь очень ясно дал понять Путину, что Россия не должна разворачивать ядерное вооружение в войне с Украиной. Вот такие дела, ребята. Подписывайтесь на канал и всем пока!